Протесты для Грузии явление неудивительное. Я бы даже сказал, абсолютно привычное. То есть, меня бы реально больше удивило, если бы в Грузии в течение, скажем, полугода не произошло вообще никаких протестных акций. И вот, относительно недавно протесты вспыхнули в городе Кутаиси. Началось все с приезда в Грузию Московского государственного театра у Никитских ворот. Участники митинга заявили, что считают неприемлемым российское номенклатурное искусство в условиях ползучей оккупации. Это примерные цитаты протестующих. Акцию, которая проходила параллельно выступлению, организовало гражданское движение «Россия-оккупант». К митингу присоединились политики. Протестующие показали администрации Кутаисского театра и московской труппе красные карточки. «Для нас визит Московского театра неприемлем, когда в эти минуты в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю», заявил один из организаторов акции Ника Дейсадзе. И действительно, ведь примерно в это же время в Карельском муниципалитете на окраине села Атоци, расположенного на периметре разделительной линии, вновь появились вооруженные лица. Если кому-то интересна тема, происходящего на так называемой границе между Грузией и Южной Осетией, вот, пожалуйста, ссылка на ролик, в котором все более подробно рассказано. А если кратко, то после 2008 года и российско-грузинского конфликта между территорией подконтрольной Тбилиси и непризнанной Южной Осетией была возведена колючая проволока, которая периодически сдвигается, захватывая все больше грузинской территории. По мнению международного сообщества, произошедшее является оккупацией грузинских земель Российской Федерации. И в Грузии эта тема очень болезненна. А особенно болезненна она становится тогда, когда люди в форме начинают так называемую ползучую оккупацию, передвигая проволоку вглубь. Думаю, очевидно, что я не признаю независимость так называемой Южной Осетией, но суть сейчас не в этом. Речь идет о ситуации с театром. В общем-то, многие люди крайне критично высказались о происходящем. Член оппозиционного объединения сил объединения Георгий Тевторадзе обвинил руководство театра Мисхишвили в коллаборационизме. У нас есть конкретный оккупант, который сегодня похищает конкретную деревню, и которая фактически каждый день попирает наше национальное достоинство. В этой ситуации аплодировать оккупанту и говорить, что искусство не политическая тема, это минимум ответственности. Это очень большой коллаборационизм. Выступление московской труппы оказалось неприемлемой для некоторых актеров театра Ладо Мисхишвили. В знак протеста на представление отказался присутствовать актер Рези Коросонидзе. Россия оккупант, и с ними такие односторонние отношения для меня неприемлемы. Я не присутствовал на последнем спектакле, поскольку у меня есть своя позиция. Когда сегодня происходит такое, я думаю, что сами прибывшие российские коллеги должны выразить солидарность. И скажу сразу, я полностью согласен с позицией тех грузин, которые против визитов Грузии звезд или артистов, открыто поддерживающих российские власти. Это абсолютно логично. Российская власть для грузин воспринимается агрессором. Российская власть для грузин является главной причиной оккупации 20% грузинской территории. И естественно, если какой-то артист, певец, писатель, неважно, публично выражает поддержку российским властям, то он как бы подписывается под тем, что он поддерживает вот такую политику по отношению к Грузии. В любой стране мира подобные персонажи будут восприниматься как враги государственности. И вполне объяснимо, что на них могут быть наложены всякого рода санкции. По типу запрета на въезд на территорию страны, агрессию по отношению к которой они публично поддерживают. Тут никаких вопросов нет, я с этим абсолютно согласен, но я не понял, какие претензии конкретно к этому театру. Я немножко, сразу говорю, не детально, а именно немножко, почитал информацию о нем. И все, что я увидел, это то, что художественный руководитель театра у Никитских ворот, Марк Розовский, публично высказывался против политики России по Крыму. То есть, я понимаю, если бы он был проправительственным, говорил о том, как здорово, что Россия спасла несчастную Абхазию, Осетию и крымчан, вырвав их из лап кровожадных грузинских и украинских фашистов-людоедов-кровопийцев. Но это, судя по всему, не тот случай, так что я не понял этого перформанса. То, что кто-либо приехал в Грузию из России показывать свое творчество, не делает его по умолчанию врагом. Но, может, я чего-то не знаю, ибо, повторюсь, за этим театром не следил. Тем временем в Армении все никак не оставят в покое начальник государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна, полномочия которого были приостановлены в связи с расследованием по факту подозрения в коррупции. В апреле этого года Санасаряну предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при процессе тендера по поставкам медоборудования для гемодиализа. Двумя месяцами ранее по тому же кейсу были задержаны подчиненные Санасаряна, начальник управления по контролю за госзакупками Самвел Адян и специалист по медоборудованию Геворг Хачатрян. В качестве меры пресечения в отношении Давида Санасаряна избрана подписка о невыезде. Сам Санасарян назвал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и заявил, что готов отрезать руку, если будет опубликовано видео, доказывающее факт получения им взятки. Причем интересно в этой истории то, что Давид Санасарян являлся сторонником Никола Пашиняна, и он был в числе участников бархатной революции, но от подозрений в нарушении закона этот факт его не уберег. И вот сейчас Санасаряну предъявляют новое обвинение. Мать некоего 9-летнего мальчика заявила, что Давид Санасарян сбил ее сына на машине. Накануне ряд армянских СМИ написал, что Санасарян 12 сентября сбил 9-летнего А. Гевандяна у одной из арок на улице Киевяна. Мать ребенка утверждает, что после наезда Санасарян не предпринял никаких шагов. Более того, Санасарян якобы договорился с врачом Арсеном Геваркяном о том, чтобы инцидент был зарегистрирован как бытовая травма, а сигнал о наезде в полицию, соответственно, не поступил. Сам Давид Санасарян заявил, что на него наговаривают, и он не совершал наезда. По его словам, ребенок спрыгнул с камня, ударился об машину и упал, после чего Санасарян отвез мальчика вместе с его матерью в больницу. Там ребенка осмотрели и сказали, что никаких проблем нет. По утверждениям политика, мать ребенка шантажировала его и вымогала у него 300 тысяч драмов. Он пригрозил обращением в полицию. Ситуация максимально абсурдная, ибо не имея доказательств, нельзя ничего утверждать. Я понятия не имею, что из себя представляет Давид Санасарян. Но у человека явно в последние месяцы началась черная полоса в жизни. Виноват он в коррупции и в ДТП, ни мне решать я не знаю. Но в том случае, если не виноват, то надеюсь, что с ним все будет нормально, и руку рубить ему не придется. Но, возвращаясь к теме протестов, если в Грузии это явление уже абсолютно привычное, то в случае Азербайджана картина несколько иная. Мой предыдущий ролик как раз был по теме митингов в Баку. Так вот, на следующий день после той самой акции с обилием задержанных в столице Азербайджана прошел еще один митинг. Правда, на этот раз несколько иной тематики. 20 октября группа азербайджанских феминисток провела в центре Баку акцию протеста под лозунгом «Не терпи, выйди на шествие». В заявлении участников акции говорится, что шествие проводится в знак протеста против участившихся в последние дни убийств женщин, бытового, физического и психологического насилия и давления в отношении женщин. «Мы боремся за права женщин и молодых девушек, лишенных права на образование, насильно выдаваемых замуж, вынужденных кончать жизнь самоубийством», говорится в заявлении. Участницы митинга также требуют подписания Азербайджанам известной как Стамбульская конвенция, Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. На этом митинге, ровно как и на предыдущем, не обошлось без задержаний. Редактор субтитров А.Семкин Кор construction Продолжение следует... 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 Продолжение следует...